Строго сформулированного понятия ЗОЖ не существует, и поэтому каждый понимает его по-своему. Для кого-то это спорт семь раз в неделю, а для кого-то отказ от алкоголя и курения. Но, несомненно, одно – здоровый образ жизни можно, наверное, сравнить с огнетушителем на стене. Все знают, для чего это существует, но вспоминают только в случае крайней необходимости. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас гость, который приехал к нам издалека. Это Марина Завьялова, врач-терапевт, руководитель Сызранского межмуниципального отдела Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Павловна, мы вас заманили в связи с тем, что знаем, что именно вашим отделом, именно в Сызране, наработан уже просто огромный опыт взаимодействия с людьми и по укреплению как раз-таки здоровья. Надеемся, сегодня вы этим опытом поделитесь. И, наверное, в первую очередь спрошу вас о том, что это вообще за отдел такой. Насколько мне известно, он образован не так давно, 4 года назад, да? Хотя центр существовал и до этого. Да, совершенно верно. Ну, конечно, опыт не такой огромный, я бы сказала, скромный опыт. Зато какой яркий. Мы только начинаем, да. И вообще вот Центр общественного здоровья, концепция, она начала активно, получила активное такое развитие с 2019 года. И так случилось, что я как раз попала в этот момент, вот в эту структуру. В нужное время, в нужный час. Ну, может быть, да. Но что значит, то есть медицинская профилактика, она существовала давно, всем понятно, что это такое. Но вот что такое Центр общественного здоровья? То есть понятно, что нужно было реализовывать проекты национальные, конкретно национальный проект демографии, его региональной составляющей укрепления здоровья населения Самарской области. И вот, ну, эта структура, как бы она на федеральном уровне разработана, но Министерством здравоохранения Самарской области вот принято решение переформатировать вообще структуру головного учреждения Центра здоровья. И теперь у нас Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. И в структуре он имеет несколько отделов. Вот мой, то есть это отдел Тольятти, Новокубышев, Чапаевск и наш отдел в Сызрани. Вот с 2019 года мы именно в такой структуре, то есть межмуниципальный отдел и работаем. И что же такое Центр общественного здоровья? То есть это не только какие-то мероприятия, да, то есть по-профилактические, но это нечто большее. То есть это и участие не только в разработке муниципальных и корпоративных программ с предприятиями, это и в взаимодействии с некоммерческими организациями. То есть мы обязаны очень тесно работать вообще как бы с широкими такими слоями населения, то есть на популяционном уровне, не просто с каждым отдельно человеком. Это тоже очень важно, да. Но и, то есть вот такая вот как бы глобальная работа, но в рамках вот небольшого отдела, отдел у нас небольшой, всего шесть человек, но каждый специалист – это специалист. Мы в Сызрани администрация городского округа, нам выделила помещение, за что им большая благодарность. У нас есть свой транспорт, то есть мы очень мобильная бригада, мы мало сидим на месте, и вот структура межмуниципального отдела предполагает, что мы работаем не только на Сызрань, а на весь западный округ. То есть это Сызрань, Сызранский район, Октябрьский, Шигонский район. И как-то вот так сразу случилось, что вот, ну, я приехала в Сызрань и Самары, но связи как бы были хорошие, наработанные, ну, и, в принципе, администрация как-то сразу нас хорошо приняла, у нас как-то сразу сложились такие… Ну, правильно, почему же здоровое население требуется? Да, но это не просто вот так вот слова. То есть мы, вот Сызрань и Сызранский район, вот программы муниципальные по укреплению общественного здоровья, они разрабатывались уже непосредственно с нашими участиями, у нас есть там целые блоки и разделы, и мы этим занимаемся. То есть вот это как бы предыстория. То есть, ну, Западный округ, вот по данным Росстата, это 230 с небольшим тысяч населения. На 6 человек специалистов. Ну, отдел у нас, ну, я еще раз говорю, то есть отдел мобильный. И вот нас создавали уже, как требовала концепция, новая. То есть что это значит? Да, что это за концепция? То есть медицинская профилактика, она как была, так и осталась. То есть у нас в структуре есть центр здоровья, который работает с населением, который осуществляет выездные такие профилактические скрининг-обследования, то есть на самые выявления факторов риска. То есть у нас есть мобильное оборудование, у нас есть специалист, у нас есть транспорт. То есть что такое скрининг? Да, вот как раз хотела об этом спросить. Очень коротко. То есть, ну, это как бы цифровой профиль здоровья каждого конкретного человека вот в режиме реального времени. То есть вот недалее как завтра, например, мы едем в город Октябрьск, администрация город нас приглашает. За 4-5 часов рабочего времени проходят работающие населения, то есть мы выезжаем к ним, они без отрыва от работы. То есть на какие-то конкретные предприятия выезжаете? На конкретное предприятие или в конкретную организацию, в конкретное учреждение. Что включает в себя скрининг? То есть основные параметры здоровья, то есть это измерение роста веса и вычисление индекса массы тела. Это артериальное давление. Это экспресс-методом определения холестерина и глюкозы крови. Это экспресс-экг, то есть у нас есть такой аппарат кардиовизор, он называется. Это спирометрия обязательно и пульс-оксиметрия. То есть вот и это обязательно консультация краткая врача по медицинской профилактике здесь и сейчас по вот этим результатам. Для чего это делается? Мы немножко отличаемся от диспансеризации. Диспансеризация – это более углубленное, это выявление уже каких-то заболеваний. Мы, в принципе, должны работать со здоровыми людьми. И если выявляем факторы риска, основное бремя – это хронические неинфекционные заболевания, мы работаем с этими факторами. И у нас на это есть время. То есть мы работаем с конкретным человеком. То есть вот твой уровень здоровья здесь и сейчас, вот что мы выявили, вот что нужно, какими шагами и в каком направлении двигаться. Марина Павловна, а вот результаты таких скринингов, они говорят о чем-то? Конечно. То есть для конкретного человека вот они говорят, что здесь и сейчас, да, то есть и врач его консультирует. Для организации предприятия мы готовим потом, ну, как бы без фамилии, без персональных данных, ну, как бы профиль здоровья. То есть вот мы обследовали, там, столько-то человек, выявили такие-то, такие-то факторы риска, и обязательно предлагаем какое-то дальнейшее сотрудничество. И вот самые продвинутые руководители, у нас есть такие, да, в Сызрани, вот очень много говорят и пишут о корпоративных программах укрепления здоровья на рабочем месте. Ну, вот когда ты еще не работал, и все красиво это может быть написано, ну, вот когда начинаешь с этим работать, это огромный пласт, но когда люди идейно, вот, как выразиться лучше, то есть они понимают значимость этого и понимают, что нужно заботиться о здоровье работающих сейчас. Мы сейчас о руководителях говорим, да? О руководителях, да. То есть у нас с несколькими такими организациями, вот в Сызрани сложились очень хорошие такие отношения. И вот первый наш опыт, и он продолжается, то есть вот в прошлом году мы участвуем в реализации корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте, организации социального обслуживания, это автономная некоммерческая организация, у них структура теперь такая, и также у них организация большая, то есть они весь западный округ объединяют, это почти 600 человек. Что мы сделали в рамках, значит, вначале провели скрининг, это в основном это социальные работники, то есть это те люди, которые идут и несут какие-то не только помощь социальную, но какие-то знания, да, для пожилых людей. Мы сначала провели скрининг самих сотрудников, сделали паспорт здоровья, то есть вот трудового коллектива, причем они очень тоже разбросаны, мы выезжали, то есть не только в Сызрани работали, и в Октябрьск, и в Шигоны, и в районы, то есть всех. Но это шлам достаточно хлопотно. Да, это, ну, как бы все, ну, понимание есть, и когда понимание есть у руководителя, то есть это все можно организовать. Мы сделали такой паспорт здоровья. Дальше, опять же, с коллективом, то есть с администрацией, есть там у них такой отдел, и мы запланировали мероприятие. Вот что с этим делать? То есть, а, еще мы проводили очень интересное анкетирование. Есть такая анкета, она утверждена Министерством здравоохранения региона нашего, и в анкете, ну, есть такие вопросы на информированность. А знает ли человек о том, какое давление считается нормальным? А знает ли он, какое у него вообще давление? Удивили вас результаты. Вот я вот хочу просто озвучить эти результаты. То есть вот по данным анкетирования вот первичного во время скрининга у нас получилось 28% людей, это люди трудоспособного возраста, знают о том, какое давление считается нормальным. Ну, ведь, понимаете, тут в чем, то есть это организация особая. То есть я еще раз повторюсь, они идут, они не врачи, они не медики, но они идут к пожилым людям. Ну, как бы, поэтому вот первое, что мы сделали в рамках этой корпоративной программы, я разрабатывала блок из четырех таких мини-лекций по артериальному давлению. Только артериальное давление. То есть вы занялись образованием? Мы занялись образованием. В принципе, там были еще такие вопросы, что бы вы хотели от работодателя, что бы, как бы вы хотели, то есть достаточно высокий процент, я вот сейчас уже боюсь соврать, но около 40% людей сказали, вот при всем том, что у нас очень много информации в интернете, но они хотят услышать эту информацию от специалистов. То есть мы этим и занялись, таким образовательным моментом. Ну, вот гипертония, это как бы, как, то есть там очень много, то есть последовательный блок такой, мы занимались. Когда закрыли, очно нельзя было, это все было в записи онлайн, записывали и в зуме проводили. То есть мы любыми, любые методы. И через полгода мы взяли вот просто шесть вопросов из этой большой анкеты. Повторили? Да, запустили гугл-формулу, повторили. И 83% теперь знают, какое у них артериальное давление и какие цифры считаются нормой. То есть это вот то, что можно измерить, как бы. Получается, что вот это наша работа. И еще я хочу очень интересный момент, это уже в этом году. То есть мы продолжаем работать. Ну, это не только гипертония. Мы очень много, то есть вот ковид вообще перевернул, да, жизнь всей системы. Мы как бы, хотя мы центры медицинской профилактики, но мы очень сильно переформатировались. И вот социальными работниками, да, то есть огромная, и администрацию очень много приглашали на совещание. Я выступала, ну, как бы спасибо нашему головному учреждению. Вот в чем, как положительный момент того, что мы отдел, да, у нас есть вектор. То есть у нас есть головной центр, который дает нам методические материалы, который обучает тренеров нас, который занимается нашим, как бы, образованием. Ну, понятно, что каждый медик занимается своим образованием непрерывно, но тем не менее. И вот когда вот эта ситуация с ковидом была, то есть мы прошли тренинг, Александр Владимирович Муравец, очень умеет мотивировать. То есть ему... Это даже наши зрители знают. Да, и мы в Сызрани вот по решению штаба при администрации, то есть мы разрабатывали такие, как бы, пособия для активистов, для социальных работников, как, какими словами, как правильно объяснять пожилым людям, что нужно делать прививку. То есть это очень сложно на самом деле. Вот объяснить человеку пожилому, что это нужно. Это даже не пожилому сложно. Ну, а пожилому сложнее. Да, потому что, ну, как бы, хороший результат. И в этом году, то есть вот в прошлом году мы занимались образованием очень активно социальных работников, а в этом году мы просто провели еще один. То есть это та же, те же люди, это та же структура, текучка у них небольшая, то есть те же люди. То есть мы провели скрининг. Я просто сравнила результаты 21 и 22 года. И получилось, что вот у нас, например, 49% людей было с повышенным давлением. Это еще не диагноз, это просто фактор риска. Вот мы выявили здесь и сейчас. В этом году у нас получилось 43. Вот эти 5%, то есть это не заболевание еще. Это просто фактор, ну, мы выявили вот однократно, да. Но тем не менее, то есть когда люди начинают уже понимать, какие процессы протекают, когда они начинают задумываться, кому надо, начинают правильно принимать препараты, мы этим, то это уже вторичная профилактика, да. Но это тоже, это вся наша сфера. То еще показательное, это избыточная масса тела. Вот это как фактор риска. Мы сейчас не говорим ожирение, то есть это уже диагноз, а избыточная масса тела. Вот было 36%. Мы провели несколько мероприятий, вот про которые я расскажу, и получили 30%. Вот, то есть это прошел год. То есть мы видим изменения вот в отдельной организации, да. То есть это вот, что говорится, об эффективности работы. Ее трудно измерить. Вот мы попытались. А вот у вас получается, что все равно результаты-то видны. Марина Павловна, вы знаете, мне кажется, это вообще удивительная идея была. Ведь мы как о своем здоровье заботимся? Нам же некогда все время, тем более мы работаем, а посвятить какие-то оставшиеся выходные, скринингу, ну, в общем, мало, наверное, героев таких. А здесь, получается, люди без отрыва от работы. Вы приезжаете в организацию. То есть выгодно вообще всем. Ну, не знаю, насколько работодатели. Но сохранить здоровым коллектив выгодно действительно всем. Вы знаете, вот за три года мы уже как-то приучили, и мы уже востребованы стали. То есть если первый год я выходила, я встречалась, то есть очень много было таких организационных моментов. Приходилось все-таки преодолевать. А сейчас я только пишу письмо, делаю верную рассылку, и у нас сразу... У вас сразу заявки. И мы сразу востребованы. Хорошо. Давайте еще, я хотела, чтобы мы успели еще о некоторых ваших проектах поговорить. Вот вы уже заговорили про избыточную массу тела. Слышала про ваш проект «Живи легче». И, может быть, ошибаюсь, но вы его начали с администрации Сызрани или нет? Ну, вообще этот проект, он как бы начался в Самаре. Вот в 2019 году именно областной центр, Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, они вот эту концепцию о том, что... Вот как бороться с этим фактором риска? Вообще, знаете, вот есть такая статистика, в структуре всех факторов риска избыточный вес дает где-то 11% влиять на смертность. И вроде, ну, много это или мало, но тем не менее, да? То есть что такое избыточный вес? То есть это фактор риска номер один для развития сердечно-сосудистых заболеваний, а, соответственно, смертности. И это бич сегодняшнего дня, надо признать. Совершенно верно. И вот люди говорят, вот надо худеть. Вот приходишь там, доктор говорит, надо худеть. Все, и человек уходит с этим. Надо худеть. Дальше. И вот, понимаете, вот какой-то... И мы столкнулись с тем, что вот нужен какой-то первый шаг, толчок, пинок, как хотите. Да, пример. И вот именно в Самаре, когда провели в 2019 году это... Что это значит? То есть собираются команды, их проводили среди трудовых коллективов. То есть чтобы это было как бы какой-то ограниченный кусочек времени. Люди, то есть худеть в команде, когда ты... А большую часть жизни мы находимся на работе. То есть и это как бы более интересно. И как бы когда сравнивают, когда потом подводят итоги... Но это мотивация. Это мотивация, да. Это дополнительно. И самое главное, что это не просто вот как это происходит. То есть как эта компания работает. То есть вначале также проводится скрининг. Вот каждой команды. То есть это объехать нужно. Всех, кто заявился. Все трудовые коллективы. Потом, значит, люди уже... И потом начинается образовательный тот же момент. То есть понятно, что ты не сможешь очень вот в 13-15 коллективов выехать за вот 2-3 месяца. Ты их просто... Хотя вот во время скрининга мы делаем первичный как бы тренинг. А далее идет образовательный контент. Создавала специальная группа ВКонтакте, где люди и ведущие специалисты там и по диетологии, и по гиподинамии очень доступные, очень такие образовательные такие модули были, которые говорили как правильно, что надо делать, что не надо делать. Разве очень много мифов. Ведь есть о питании. И то есть говорили об этом специалисты своего дела. И вот как бы потом подвели итоги, наградили победителей. И вот на уровне правительства эта акция вообще вот «Живи легче» была признана эффективной. И можно было ее транслировать на другие муниципалитеты. Ну и мы вот в 20-м году решили попробовать. И причем, знаете, так интересно получилось. Мы начинали, ну, с начала года, то есть у нас набралось 13 трудовых коллективов, то есть там команды. И мы успели проехать до объявления пандемии. Как бы пандемии, да. Также мы раздавали всем памятки, там группа была, где будут эти занятия, проходить лекции и так далее. И началась пандемия. И я думаю, ну и ничего у нас не получится. Как же худеть, да. Потому что люди сидят дома, и чего они делают, они едят. Но подводили итоги, мы уже ближе к лету, там в апрель, май. По-моему, у нас даже было побольше времени, когда вот уже более-менее разрешено было. И вы знаете, вот 13 коллективов, более 200, по-моему, или сейчас уже не могу сказать, но вот насколько похудели, запомнила точно. То есть общий сброшенный вес у нас, ну, понятно, что это командное же первенство. То есть там кто-то похудел, кто-то нет. Но наша задача, мы объясняли, как это делать правильно. То есть с точки зрения врача по медицинской профилактике, да, как снижать вес конкретному человеку и делать это правильно. То есть не... Про диеты мы вообще ничего не обсуждали, мы только разбирали правильно рациональное питание. И сколько набралось сброшенного веса? Ну и физическая активность. И вот у нас 13... 229 килограмм. Вот много это или мало? Но если так, 1,6 килограмм на человека получилось. То есть вот я уже сейчас вот... И то есть мы этим примером, то есть вот он реально, то есть мы вдохновились. То есть и люди потом в администрации очень торжественно... И причем администрация участвовала, но они первое место не заняли, все по-честному. Да, то есть они где-то там в первой пятерке были, да. А победила коллектива... И вы знаете, что вот первичный скрининг проводим, мы же много чего выявляем. Люди... То есть вот высокий сахар, человек не знает об этом. То есть вот тут уже все бросай и говоришь, так, вам срочно нужно заняться своим здоровьем, никаких там... То есть и этот момент, он очень важный. И работает программа даже вот в пандемию, и мы такое провели уже с нашим ноу-хау, то есть с Изранским районом, между сельскими поселениями мы вот такое соревнование. То есть команда от сельского поселения. 13 сельских поселений, но в итоге 10, по-моему, у нас осталось. Вот где вот реально? Это же нужно, это с каждым главой сельского поселения. Ну, мотивировать сельские поселения на это надо постараться. А вы знаете, вот когда не делаешь или думаешь, вот когда только начинаешь, думаешь, ну как это вот все будет? Ну, прекрасно получился результат. Ведь люди туда, они же уже настроены, они хотят узнать. То есть собирается уже как бы круг по интересам. А ты, то есть, расскажешь, как, где и что. А с социальными работниками то же самое. То есть вот внутри этой команды, 600 человек, мы набрали команды, 6 команд. То есть, опять же, и мы тоже это первенство провели внутри одного коллектива. То есть мы пошли дальше. То есть мы этот опыт трансферили. И он работает. Вы понимаете, когда люди вот в каком-то коллективе, они уже, а ты вот этот модуль читала, а ты вот как вот это делаешь? Видите, как вы удачно ведете этот корабль здоровья. Марина Павловна, у нас осталось, к сожалению, время, наверное, только про один еще проект поговорить. Но я очень хочу, чтобы вы тоже рассказали. Вот вы сейчас затронули и пожилое население, вы затронули работающее население. Но я знаю, что и со школьниками, и со студентами вы тоже работаете. Это традиционно, как бы первичная профилактика. То есть мотивация деток говорить о том, как все есть на самом деле, а не о том, что они прочитают. Как их заинтересовать из вашей практики? Что работает? Вы знаете, вот из опыта. Я врач. Но как у нас принято? Врач должен рассказать, что это плохо, это хорошо, это так влияет, этот организм так устроен. Вы знаете, с подростками не очень это работает. Их напугать невозможно. Они так устроены, это хорошо, прекрасно. У них жизнь только начинается, их не испугаешь ничем. Я учусь у педагогов и психологов, читаю литературу. То есть моего медицинского образования, скажем так, не очень достаточно, чтобы выходить и качественно проводить такую работу с детьми. И очень много... То есть для меня это было... Я взрослый врач, да? То есть как бы все равно это имеет значение. И поэтому с детьми все нужно устроить на ассоциациях и на том, чтобы им показать, что вот есть другая жизнь, и можно быть... Все же хотят быть красивыми, успешными, деловыми. Вот нужно эту сторону показать. Как это работает? Опять же, Александр Владимирович Муравец. Уникальная технология, я думаю. Называется она «Равный равному». Есть у него методическое пособие. Вот когда начали проникаться этой технологии о том, что вот когда говорит взрослый человек, это одно. А когда говорит такой же человек, из такой же среды, но вот он немножко другой. И говорит хорошо, красиво и складно. И ему хочется верить. То есть вот эта технология называется «Равный равному». И у нас очень тесное сотрудничество с Изранским медико-гуманитарным колледжем, где мы обучаем волонтеров, мы выходим в школу. Есть у нас такая вот хорошая акция «Общешкольный день здоровья», когда мы вот такой большой командой, это 10-12 человек волонтеров, они в красивой форме. В красивых, то есть грамотные занятия. То есть мы выходим, мы с учителями проводим скрининг, то есть учителю вообще некогда в этой жизни заняться своим здоровьем. То есть 2-3 урока мы занимаем учителей, а наши волонтеры занимают детей. То есть вы фактически воспитали себе помощников, и за счет этого… И это работает на самом деле. Да. Марина Павловна, вообще настолько интересно все, что вы делаете. Мы сейчас уже будем завершать нашу программу. Вот вы вначале сказали, что мы как отдел должны делать то-то и то-то. Но я вот просто вас слушаю и понимаю, что кроме того, что вы должны, вам еще это и нравится, и поэтому, наверное, у вас получаются такие замечательные результаты. Вот прямо на прощание. Два слова всем зрителям, что бы вы сказали? Ну, действительно нравится. Вы знаете, когда Минздрав создавал вот Центры общественного здоровья, я где-то прочитала, уже, к сожалению, не помню, кому эти слова принадлежали. Но медицинская профилактика – это не очень популярное направление. Вот врач-кардиолог или врач-хирург, он конкретному человеку помогает. Какие слова? Конкретный человек ему благодарен. Но медицинская профилактика – это очень важно. Мы работаем на популяцию. Это может быть не так сразу заметно, но это в конечном итоге дает свои результаты. И я эти результаты вижу. Мне этим заниматься интересно. Я желаю всем оставаться как можно и дольше здоровым. Спасибо вам огромное, Марина Павловна. Спасибо огромное вам за то, что вы делаете и за то, что вы приехали к нам поучаствовать в программе. А с нашими зрителями мы прощаемся ровно на неделю. Не забывайте про свое здоровье. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова